Названы данные, сколько крымских татар выехало с оккупированного полуострова за 10 лет. Крым были вынуждены покинуть около 50 тысяч крымских татар. Особенно активно люди начали уезжать с полуострова, когда оккупанты объявили мобилизацию в армию РФ. Об этом в интервью РБК «Украина» рассказал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. По его словам, перед российским вторжением в начале 2014 года в Крыму проживало около 300 тысяч крымских татар. Это около 13% от общей численности населения полуострова. К сожалению, сейчас не можем назвать точную цифру, сколько крымских татар находится там через 10 лет оккупации. Многие уехали именно из-за преследования. Люди боятся за свою жизнь, за жизнь детей, близких. Но есть и часть тех, кто по разным причинам уехать просто не может. Моей маме уже больше 90 лет. Она в Крыму, у меня за эти годы не было возможности ее увидеть, сказал Чубаров. Глава Меджлиса добавил, что активная фаза выезда крымских татар была, когда оккупационный режим объявил мобилизацию в сентябре 2022 года. Мужчины выезжали, чтобы избежать мобилизации. Многие уехали с семьями. Кто-то – сам. В целом могу дать приблизительную оценочную цифру. Крым вынуждены были покинуть до 50 тысяч человек, сказал он, ситуация в Крыму. Напомним, в конце февраля 2014 года россияне вторглись в Крым. Остров был первым объектом агрессии российских оккупантов. Сейчас в Крыму все чаще слышат взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли. Так, в начале января 2024 года вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Также воздушные силы в СУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.